О, тут даже по звуку слышно. Из этой гортензии мы будем делать дерево. Мы едем в питомник. Нам нужно укрыть роддендроны. Солнце светит, февральское солнце самое-самое жесткое. Поэтому молодые хвойные, мягкохвойные и роддендроны надо причинить, если они у вас на солнце. Идем в Леруа. Нам нужен геотекстиль, потому что в питомнике мы сейчас в снегу его не откопаем. Вот и посмотрим, может быть, бамбук сразу возьмем. Хотя в питомнике тоже есть, но искать по снегу не пойдем. Кокосовая таблетка на 1 литр. То есть это целый литр кокоса. Ну, если вдруг у кого нету готового для укрытия, да, то можно опору взять. По 25. Вот, вот такие пойдут. Для наших роддендронов вот такие. Небольшие. Да, мы взбавляем кривые, но сейчас мы выбираем. Давайте попробуем посмотреть готовое, потому что должно быть здесь готовое. Как у нас эти таблички. Мы практически все лопаты использовали. У нас рабочим, когда даешь все деревянные лопаты, у нас летят прям очень быстро. Само хорошо показали себя. Хорошие фискарсы вот эти. А тоже таких нету, как мы. Ну, как мы берем, да, нету. Вот он, изгиб. Вот. Надо подваривать туда треугольник. Этот уголок железно-металлический. Это если вы работаете очень долго и очень много. Этот прививочный секатор. Поближе надо. Самое ужасное, что есть на свете. То есть оно, может быть, возможно, для плодовых подходит. Но хвойный ужасно прививает. И у меня так не получилось нормально им привить. Самые крутые мы где самураи заказывали, да? Да. Вот. Но в таких масс-сетях их нету. Поэтому смысл мы видим. Ну, отлично у нас в питомнике. Мы берем просто самые дешевые секаторы. Это вот они. Вот эти секаторы у нас дольше всего жили. Но мы их набираем для черенкования. То есть девочки их за сезон вырабатывают, и мы их выкидываем. Потом новые покупаем. Но их надо особенно выбирать. Обязательно нужно открыть. И вот так вот открываете-закрываете и слушаете лезвие. Слушаете рукой. То есть не надо там ухом слушать. Чувствовать. Чувствовать надо, да. То есть вы вот закрываете-открываете, и лезвие об лезвие должно так немножко скрежетать. Оно как бы друг к подружке идет. И это вы заметите. Вот я, например, вот этот взяла. Он усиленный. Кстати, металл тут очень хороший. Мне понравился. Но по руке он очень большой. Это для мужской руки. Вот это, кстати, для женской очень хорошо подходит. А вот этот большеват. Но нету ничего. То есть очень легкий ход. Как будто он болтается. Может быть подкрутится, конечно. Это значит, что вот здесь щель есть между первой пластиной и лезвием. Из-за этого у вас может выйти так, что ветка, она просто вот так встанет и не срежется. Ну, либо будет с закусами со всякими. Ух ты, а этот вот, кстати, на самураичек похож. О, тут даже по звуку слышно. Кстати, хорош. Ну, в общем, одинаково. Только у этого лезвия длинное. И звук еще приятнее. Пусть я хочу такой. Сейчас возьмем, попробуем. Еще один эксперимент. Называется Трупер. Какой геотекстиль подходит для того, чтобы укрывать? Для укрытия от солнца. Самый-самый тоненький, самый дешевый. Вот буквально вот такой вот. Что у нас тут, 17 грамм. Самый тонкий. То есть у нас должно все дышать. Просто от солнца. Ищем самое-самое дешевое, что может быть по 17 рублей. В принципе, оно не обязательно должно быть ровное, потому что мы вбивать его все равно не сможем. Берем повыше и поровнее. Пока выборы не есть. Вот так всегда. Все, это пойдет, да? Пойдет, берем. Пожалуйста, просканируйте. Может, вот такой складик возьмем. Посередине площадки поставить, куда инструменты эти для пропольщиц. Представляю, какой в нем будет бар, да? Ну, вообще, было бы классно. Не, вот лично вот так эти стульчики, пакеты. Идем делать шрифтамочку. Идем укрывать. Что мы для этого берем? Берем бамбук, берем геотекстиль, ножницы, вот такой степлер и... А, о, изолента. Ой. Это вы так притянили временно? Да я вчера бы отставила. А то он нельзя взгорауть. Отрезаем вот примерно. Сколько тут? Полтора на полтора или метр на метр. Ну, полтора метра на метр. Давай. Сейчас, вот на это и покажем. Ну, почти 50% тянили. Да. А в два слоя, так еще больше. Так, что мы делаем? Смотрите. Не доходя до конца, примерно вот сантиметров 10, мы их стягиваем. Теперь вот такое трио мы разводим. Вот так. Цепляй за низ. И вот этот тоже второй. Вот так. Так, и здесь подожди. Оп, вошла. Вам не обязательно все щели сделать, потому что даже не нужно. Нужно, чтобы оно проветривалось внутри. И это только для того, чтобы просто солнышко меньше попадало. Можно. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, когда заранее геотекстиль вырезается такими полукругами, которые потом треугольничками складываются и просто более аккуратно все Сейчас у нас получилось вот так Если вдруг у вас нет бамбука или опор каких-то, вот мы сейчас решили так притянуть просто в два слоя вот этот геотекстиль Первый слой, который будет касаться роддендрончиков, а второй, который более свободно будет, чтобы не обжигало Также накрываем и степлером скалываем Вот, но с бамбука не улетит, а вот эта фигня может улететь Все? За машиной едем, за машиной Два с половиной месяца назад в меня влетел Volkswagen Polo Точнее, он просто ехал и не остановился, не смог тормозиться И так медленно уехал у меня Ну, помял мне прилично, прям очень много Вот и только сейчас машину отремонтировали, едем забирать, посмотрим Я уж так соскучилась, мне так тяжело без машины, в моей Забираем Хорошо Ну смотрите Спасибо У меня было дома Я revisу У меня уже с б ASAP Я-�истинка Посмотрим У меня У меня очень много Смахнула все Если лазить по кустам Вот с таким секатором Обязательно держать его в безопасном режиме Выключенным и закрытым Из этой гортензии мы будем делать дерево То есть мы вырезаем сейчас Все мелкие ветки И всю поросль Оставляя только Однозначно, например, вот этот ствол Мы не хотим один ствол То есть здесь на всякий случай Мы оставляем взаимозаменяемый Если какой-то выпадет Поломается еще что-то, чтобы был Запасной Оставляем вот этот раз Вот этот два И вон тот мощный большой три Получается вон тут целую ветку Можно удалить вон там Прямо от основания И поросль Поросль из-за того, что идет Прямо от корня, да? Да Прямо до земли я не смогу достать Обрежем пока как есть Вырезаем Ну я сразу просто вижу Все ветки, которые идут Внутрь кроны И пересекаются О, по колено снега Смотри Вот это внутрь кроны Вот это конечно Очень классный ствол Но он нам не нужен Здесь смотри Вот если берем вот эту ветку Например Вот эту старую мы вырежем А вот эту молодую оставим Вот так Нижнюю уберем Которые сюда направляются И мелочь Оставляем разветвление такое Раз, три Пошли дальше До следующего Оставляем Вот разветвление Мелочь убираем Ну а теперь вот на этой ветке Нужно убрать всю мелочь Ну и срезается Тут получается идет разветвление И остается небольшой промежуток Там почки Просто несколько почек пропускается И только потом режется Потому что из этих почек Идут новые ветки Новые поросли Ты имеешь ввиду здесь? Нет Ветки, края Да Края, да Здесь оставляем Ну вообще можно и одну оставлять Я три оставляю По хорошему одну Но вдруг сейчас морозы стукнут И эта почка отвалится Поэтому я на всякий случай Две, три Вот здесь идут две параллельные ветки Вот я сейчас их смотрю уже Когда вот здесь почистила Что они как бы друг друга дублируют Здесь надо либо вот этот большой убрать Либо вот этот Я все-таки уберу нижний На возвышение Плюс здесь уже такой толстенький, хороший Мощный Для дерева лучше Вот так А тордива вообще высоко может расти? Два-два метра Мне нравится вот эта ветка Она молодая, мощная, сильная И направлена вверх А та такая лежачая Поэтому хоть она и большая Я ее сейчас срежу Вот эту убираем нижнюю? Да Да Я тоже так подумала А вот эту Вот здесь мощная Но она вовнутрь идет Поэтому мы ее убираем Вот Здесь две почки Три даже Три почки Ну и на таком же расстоянии Здесь Вот это конечно Мне не очень нравится Вот это Потому что она Немного вовнутрь кроны По хорошему конечно На расхождение сделать Но здесь была совсем Низкая и мелкая ветка Как вариант Можно вот здесь взять И ее на растяжку Как вариант Ее можно вообще убрать И оставить у нас там Три ветки Три ствола Ну они такие под наклончиком И она же Вот от того ствола Видишь идет То есть по идее Ее можно удалить Тогда будет вообще Все равномерно И что мы сейчас будем делать? Вот всегда вот это жалко Резать Давай удалим Удаляем Удаляем Когда жалко Надо удалять А вот если бы Это был прямой эфир Вы бы могли там Голосовать и кричать Нет, нет Ставь Не удаляй А мы удаляем С Богом Смотри Какой крест Да ладно Просто А вот Да вижу Вместо стучкореза Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И обязательно комментируйте Это видео Кстати Раз это влог Раз это влог У нас получается Напомните Летом Мы ее снимем Покажем Как это все выглядит Вы сможете сделать Свой ландшафтный дизайн За один день Не обязательно Проходить курсы Садовода Или ландшафтного дизайна Так же Как и не нужно Учиться на повара Чтобы готовить еду дома Каталог готовых Ландшафтных решений Как подробные рецепты Даст вам возможность Создавать Профессиональное Озеленение На любых участках Здесь есть все Визуализация Клумб Подробные планы Посадки Которые поймет Даже ребенок Списки растений И материалов С количеством И даже в килограммах Так же Мы сделали Подробную Видеоинструкцию По работе с каталогом И живые примеры Реализации клумб Каталог с доставкой Можно заказать На сайте Флорини